Если вы давно мечтали о беговой дорожке, но останавливала вас не цена, а громоздкость, то FitFabrica Vogue именно для вас. Это одна из самых тонких и компактных беговых дорожек в мире. Компактность данной модели выливается в невероятную простоту сборки. Собственно, ее собирать и не надо. Устанавливаем дорожку и приподнимаем ручку вверх. Кстати, высота поручня около 1 метра. Ну и приступаем к тренировке. На поручне не располагается никаких лишних элементов. FitFabrica Vogue оснащена смарт-системой управления. С помощью инфракрасных сенсоров дорожка сама включается, когда выступаете на беговое полотно. Ускорение и замедление происходят в зависимости от того, в какой части дорожки вы бежите. Чем ближе к дисплею, тем выше скорость. Если устали, медленно отодвигайтесь назад. И после того, как вы пробежите 5 секунд в задней части, дорожка сама остановится. Касательно дисплея. Он у FitFabrica Vogue находится в верхней части корпуса и способен отображать всю самую базовую информацию, включая количество шагов, дистанцию и время. Несмотря на то, что весит дорожка всего 29 кг, а толщина ее всего 5 см, у нее солидные характеристики. Максимальная нагрузка 100 кг. Идеально подходит для спортивной ходьбы и бега трусцой. Уровень шума 65 дБ. А для подавления вибрации у FitFabrica Vogue есть довольно мощная амортизирующая система. Беговая дорожка имеет стандартную комплектацию, дорожка и поручень, а также силиконовая смазка, сборочный ключ и магниты для стены. Визуальное преимущество FitFabrica Vogue очевидно. Беговая дорожка, которая в три раза легче обычной, не может не привлекать внимания утонченностью и стилем. Собственно, за это она и получила престижную награду Red Dot Design Award. FitFabrica Vogue это беговая дорожка для тех, кому важен эстетизм спорта в том числе. Поэтому массивные многокилограммовые аналоги ни за что не впишутся в современный утонченный интерьер жилой комнаты. Изящная, тонкая, легкая и удобная. Она выглядит так же хорошо и стройно, как будете выглядеть вы после занятий на ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова